16 добровольцев Бывает ситуация, когда на пользу команде это будет нам сожрать Первыми жертвами становятся те, кто кажется слабее и не вписывается в жизнь племени И получается, что я вылечу первой Проиграв тотем, черепахи готовы пожертвовать Наташей Но ее спасает Борис, тайная дипломатия которого разбивает казавшееся незыблемым большинство Уйти приходится Ольге Я голосовала против нее, потому что она меньше всех удивилась Конфронтация между Борисом и Игорем Каждый из которых борется за влияние на племя, пугает черепах После того, как им не удается вернуть тотем Они жертвуют Борисом, который для кого-то становится слишком серьезным соперником На островах начинают складываться партии И начинается невидимая борьба за большинство У ящериц бизнесмен Саша, встревоженный взаимными симпатиями двух Сергеев и Инны Избирает своей целью наиболее, как ему кажется, уязвимое звено в партии молодежи Он пытается тайно объединить оставшуюся часть племени против Инны Несмотря на то, что именно она накануне принесла ящерицам защитный тотем Но на необитаемом острове тайное быстро становится явным Два Саши твердо намерены голосовать против Инны Два Сергея не менее твердо намерены ее спасти Я потоплет с острова Краин Теперь все зависит от того, чью сторону примут Ира и Снежана Чем закончится совет племени, не мог предположить никто Свой голос я отдаю имени Гомесу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чувство голода, это, пожалуй, такое чувство, которое понимаешь только на острове Я, конечно, испытывал голод в России, допустим, будучи студентом И днем ходя в университет И испытываю его То есть, кушая только утром очень мало и вечером очень много Вот, здесь совсем по-другому Здесь пугает постоянная перспектива того, что ты не поешь и вечером Вот, если ты не сумеешь добыть чего-то, найти чего-то, поймать Один линзы Ой, а что это она хрюкает, да? Она думает, что она сунья Не потерять Посчитано? Смотри, прям хрюкает, хрюкает она Хочется скорее есть Нет вот такого, чтобы посидеть, посмаковать Пища, удовольствие, как это есть в нашей жизни Здесь основное для того, чтобы это было сытно И что-то положить в желудок Мы еле сдерживали, чтобы не убежать к вам на берег У меня уже началось стендовать Ты как прям чувствуешь, что нужно взять воду? Класс! Мужики предлагают засолить часть рыбы, а я предлагаю оставить ее живой Так, предлагаем сделать уху и пожарить Я так думаю, что штучки 3 нужно засолить Еще сделать уху Нет, засолить просто Что это за рыбу, Игорь? Но то, что это съедобно, я могу точно скрасить Истина Вместо прожждающей вечной закон Это любовь моя Это любовь моя Это любовь моя Аааа! Ааа! Продолжение следует... 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 Интересно, первый я или не первый из этого племени, кто подошел к этому домику? Хочется сказать, пункт А, хочется курить, пункт Б, хочется поговорить. Я без сигарет уже 10 дней. Прикиньте, курящие люди, 10 дней без сигарет. У меня вообще дозняк почти полторы-две в день, а тут без сигарет. И племя, чужие, чужие они, тухло, тухло, когда поговорить не с кем. Буду, наверное, сюда приходить, в шизофрении, стоит чувак с домиком разговаривать. Рано или поздно желание курить заглушает все остальные желания, когда мы собираем палые листья, получается такая вот труха. Еще у нас есть русско-испанский, испано-русский словарь. Словарь незаменимая вещь, походу. Любой словарь. Даже энциклопедия. Местный табак – вещь восполненная, слава богу. Да, его здесь выспытки. Стоя курить, так, кусть сигарету опасно, голова начинает кружиться сильно. Все политические альянсы и ящериц и черепах легче всего прогнозировать, глядя на то, как они укладываются на ночь. Я согнулся при погибли, чтобы к сердцу подолезть. Я, знаешь, какой-то кокон какой-то бабочки завернулся вот так. И утром должен вылупиться, по идее. Если дождик пойдет, то меня смоет. Мне кажется, Наташка боится. Ну, что ее вычеркнут? Она что, так много сегодня говорит? У меня вот два противоречивых чувства, как бы, облевать. А с одной стороны, мне хочется дойти до финала, там уже какой я по счету выгоду. Это не важно. А с другой стороны, думаешь, да зачем? Вообще, все равно не выиграем. Кокос на нос не упадет, да? Мы лежим в серединке. А то его черкинуть никого не надо. Может, под пальму ляжем? Сегодня испытание на меткость. Вы все охотники, рыболовы. Ну, сегодня, я думаю, что ваши охотничьи трофеи, которые вы добываете на острове, вам покажутся скромнее, чем то, за что вы сегодня боретесь. Правило первое. Если попадешь в какой-нибудь фрукт, он твой. Вперед. Нет, Ань, не дотянули. Тут вам советуют, как правильно трубку держать. Всем привет. Спасибо. Вот такой зеленый, Сережа. Не получилось наверняка. Давайте. Давай, Диана. В принципе, эти фрукты могут стать вашими. Если вы успешно пройдете еще два тура. Так что берите корзиночки и вперед. Правило второе, такое же, как и первое. Только вместо духовых трубок – рогатки. И стреляют уже не все, а только двое. Не спешите, Сереж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, ребят, забирайте корзинки. Впереди третий тур, самый важный, самый неприятный. Третья, самая важная часть испытания – метание копья. В вашей корзине 13 фруктов, в вашей 14. Это значение не имеет, потому что сейчас на кону стоят и обе корзины и сундук с главным трофеем. Чей бросок будет более точным, тому я отдаю ключ от этого сундука. Как и обычно, как и в любом испытании, сегодня победитель получает все. Значит, сейчас от вашего броска зависит победа племени. Вы можете или выиграть все, или проиграть все. Еще копье будет ближе к центру, кто-то победил. Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Открывайте! Вставай, вставай! Иди сюда! Ваше дело, как ими распорядиться. Можете съесть всех сразу. Разбирайтесь. Фрукты тоже ваши. Вы проиграли сегодня. У вас праздничного обеда не будет. Птицефермы тоже. Завтра вы готовьтесь к испытанию за право на жизнь. Берегите силы. Удачи вам. Приятная такая тяжесть, да, в руках. Ящички все прибавляются, да? Была надежда на то, что фрукты достанут. То есть фрукты – это была самая такая вожделенная жена. Наконец-то она и софрукта. Мы когда уже увидели кур. Но это чувство просто передать не могу. Просто сразу такие тысячи блюд было. И жареный плов там, вареный. На вертеле вот так. Завтра будет курить. Может быть суп, можно сварить, можно испечь. Сегодня надо посмотреть с овощами. Можно пожарить. Не, бананы крепкие. Не, я до завтра не вытер. Это я буду есть, 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 есть. Правильно? Да. Мы не успеем сейчас съесть. Вот что. Курица есть, а ничего, это без петуха. Да. Да. Ящериц серьезно увлекла идею птицеводства. Но после победы они настолько расслабились, что ничем это так и не кончилось. Чисто курица есть, а? Может плохо сделаем, а? Какой позор. Нельзя так радоваться еде. Курица будет. А куричем? Ну что ж поделаешь. Кокосик никто не хочет заесть кокосиком. Ребята, у нас два ананаса. Давайте еще один ананаса жжем. Нет, вопрос. Ты только будешь валить, да? Да, тресец ов-деф. Лики смерти. Лики смерти. Слушай, кровь здесь нам не нужна. Пойдем к пляжу. Нет. Слушайте, я хочу измазаться кровью. Ну там, это сейчас вся живность. Топор бери. Надо же на кресло попадать. Там, где-то будет. Вот. Чего? Ну, очень. Ты ближе, что-то дальше. Ближе, старый. Я уже пришла к винову. Было и без головы. Аккуратнее, чтобы в шкурку нести, не спорь. Да, конечно. Мне, чтобы в шкурку залежали стоит. Да, я щиплею. Такой кровожадный. Ну, я не ем мясо уже три месяца. Я не ела мясо вообще. Я чуть ли не вегетарианин. И тут вдруг я поняла вчера, как мне хочется мяса до какого-то безумия. И я щипала этого петуха. И вот главное, что у меня не было жалости. Не знаю, какое-то новое чувство, когда вот, наверное, на большой земле я бы не переступила вот эту моральную границу. Вот это вот взять эту теплую птицу, которая вот еще там, ну не трепыхается в твоих руках, но еще почти трепыхается. И обдирать с нее ферри, я бы, наверное, не решила, с ней бы не хватило мужества. А здесь, видимо, остров что-то все-таки изменил. Ну, та команда, я считаю, выиграла заслуженно. Это обидно. Да еще в фруктов у них теперь запас вообще, наверное, на полнедели, на неделю точно есть. Нам бы это точно не помешало бы. Поесть белое мясо – это здорово. Я бы, наверное, пеликан сел, он побольше все-таки. Конечно, жалко. Ну, выживание, когда происходит, что уже здесь не доехало. Понимаешь? Это же или ты, или тебе. После того, как племя ящериц освободилось от вождя, на остров пришла долгожданная анархия. И гамаки, добытые накануне тяжкими трудами, пришлись очень кстати. Тем временем на соседнем острове, который Ваня Любименко называет городом солнца, политическая жизнь становится все сложнее. Начались мучительные поиски вождя. Одни устали от недостатка свободы, другие от ее избытка. Почему-то люди все время мечутся между двумя этими крайностями. Наши команды пытаются заправлять Игоря. Ну, это, естественно, человек привык командовать, офицер. Я не стараюсь тут наводить террор какой-то. Две самые большие оставляйте на завтра. Хотя Игорь, у него есть куча недостатков. И все об этом знают. Выражение «тихо-тихо» я сейчас говорю. Был почти его кличка первые несколько дней. На самом деле, изнутри управляет Надежда. Это как и Ленин, да? Он был один из самых богатых человек. Хотя ходил в обыкновенной шапке, в обыкновенной шубе. Так и здесь, в пальто. Так и здесь. Надежда делать свою игру. Игорь пока для нее нужный человек. Потом она и уберет. Если мы проиграем... Я так понимаю, что на сегодняшний день две кандидатуры. Это я и Сережа. А ты скажешь, вкусно? Ну ничего. Горячее главное. А у Натальи какого числа держать у него? Через четыре дня. Я уже присмотрела, и у него есть какие-то... Чему, хоровод можно будет... Можно поиздеваться, кокос подарить. Да. Наталья, для тебя ничего не жалко, да? Вот какого... Как раз, по-моему, конкурс будет, если выиграем. Как не хочется проигрывать на свой день рождения. Ну, правильно. Генеральный репетит, как победят. Надо просто опять ту команду очень попросить, чтобы проиграли они. В нашей команде есть человек, который хорошо крутит интриги. Это Надежда. Она ко мне подходит и говорит, Сергей, против тебя настроены Иван и Игорь. Ну, я, говорит, за тебя. Давай, говорит, проголосуем. Она предложила мне проголосовать против Ани или Ивана. А Игоря давай пока оставим. Конечно, неприятно смотреть, когда она с Иваном и Ванечка, и Ванечка, и Ванечка. Это предлагает его выключить. Но это она мне предложила. Может, она нам предложила совсем противоположное. У меня, в принципе, есть тоже вариант, чтобы противостоять этой коалиции. Но, чтобы остаться, мне нужно будет исключить того человека, которого я на сегодняшний день не хочу исключать. Если Надя и Игорь голосуют против Наташи, это не значит, что я против Наташи буду голосовать. Мне это вообще очень тяжело. То есть, там, знать, например, что вот, если я сделаю так, то я точно останусь, но, может быть, вылетит хороший человек. Ну, я вот точно останусь, и я вот точно доживу, значит, до объединения, когда там, как Серега говорит, там будет рай просто, что мы будем вдвоем. Вот. То есть, естественно, я этого хочу. Но, с другой стороны, да, я доживу до объединения, я сама буду думать о том, что, может быть, из-за меня вылетел человек, который, как бы, достоин был дойти до конца. Нюрка, я так тоскую. Ребята, давайте объединяться скорее, жить дружно-дружно, а? Вы, наверное, помните, Аня и Сережа познакомились еще до того, как сюда попали. Оказавшись на разных островах, они пока могут встречаться только в редкие минуты после состязаний между племенами. А доживут ли они до того момента, когда оба племени объединятся, не возьмется предсказать никто. Алладьи дел. С бананом. Вот. Сейчас получится вкуснее оладьи. Слушайте, а если их изначально плющить в кашу, а потом лепить оладьи? Давайте с вторым бананом я сейчас так попробую сделать. Да, не стиль, потому что у меня с такой жесткой. А давайте просто дольками, я хочу, давайте один дольками порежу попробуем, а? Слушай, давайте просто листочек. Листочек, да, как колбаску. Как колбаску? Да, да, да. Так сухую колбаску, московскую, трезвую колбаску. А мы имели в виду вот так просто. Я его кусками откусу. А? Я его кусками откусу. Вот, 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 вот. А когда был огонь, у меня это? Следующим человеком, который покинет игру, будет Ирина Фирмана. Я думаю, что она это осознает. У человека состояние близкое к панике. Она больше ищет контакта. У нее больше появляется желание приобнять, приласкать, склонить голову, прижать к себе, что для меня категорически неприемлемо уже. Украинская часть этого морозовского альянса. Саша с Ирой. Совсем себя потеряли. Саша Солованский сейчас бродит по берегу. Я знаю, чем он думает. Он думает о том, чтобы взять самотвод и уехать от чертовой бабушки. И не потому, что он боится, что его съедят. Я его заверил, что в ближайшее время этого не произойдет. Теперь-то я. Член правящей группировки. У вас как хлеб. Видишь, ничего? А как вот они называются, интересные такие бананы? Бананы. У нас в России не видел, чтобы продавали. Ну, напали. Не, чтобы продавали. А что просто? А что просто? У меня в туалете растут бананы. Весь туалет бананы. А? Хочете, я продам приезжать? Оптовую партию. Вино будешь добавлять. Бананчики. Я тебе научу с них вино делать, будешь делать. Зачем мне вино? Я вино покупаю. В магазине. Хочете? Три топора. Оптовую партию. В мешках, как трехлитровый банк. Не, ну я знаю, что в России пьют только килограмм и миллилитры. Максимум, что это стаканчиком. Я такой умный, а вы все дураки. Ну, дураки ты не говорил, товарищи. Очень умный. Я очень умный и очень прямой человек. Я очень умный и очень прямой человек. Саша, ты сошел с ума. Присутствовали все жители на данной точке при твоих словах. Ну, хай будет просто. Опровергать слова чьи-то нет смысла вообще-то. Когда люди особенно хотят это кричать, по предварительному там не знаю чем-то. Ну, кричать-то не мы начали так. А, нет, я понял, чего он цепует, я понял. Но я свою точку зрения не поменял, так что вы можете даже не рассчитывать на это. Если я что-то говорю, я говорю окончательно. В том лагере остались два человека. Это Ирина Фурман и Саша Целованский, которые поняли, что продержаться долго племени им не удастся. Первый, от кого я услышал, что надо выбрасывать Инну, это была Снежана. И первая же Снежана пошла голосовать по Тему Розу, насколько я понимаю. Наше племя разделилось, насколько я понимаю, на пять членов и я один остался. Поэтому не буду очень удивлен, если в следующей проигрышной игре, значит, я пойду следом заморозу. Сергей Терещенко, письмо любимый. Дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе быть такой же умницей, как ты всегда. И помни, что мое сердце принадлежит только тебе. Я люблю тебя. Познакомились тогда, когда в кармане гроша не было, на метро не было. Ходил в ботинках у водних и зимой, и летом. Ну, денег вообще не было. А как ты познакомились? Познакомились в спортзале, познакомились случайно. А так она тоже, что ли? Ну, там фитнес, там фитнес у них был, девчонки тренируются на тренажеров, плавают. Так получилось, что парень ее один провожал, а я время подогадал, когда он опоздает. Я ей говорю, давай быстрее надо идти. Ты вот так познакомились случайно. Мы с тобой ровесники, да, но вот у меня не было такой истории, вот особенно такой продолжительной. Я даже не знаю, как это, ну вот жить там семьей. Ничего, ни разу не было? Первой любви не было? Нет, ну, первый любви, она у каждого человека бывает. У меня просто, у меня серьезно как бы, у меня вот самый продолжительный роман, Серега, не поверишь. Три месяца. Я тебе серьезно говорю. Ну, не знаю, вот какая-то вот фигня происходит, не знаю почему. Скажу по секрету, если выиграю 100 тысяч, да, если, я не говорю, что я выиграю, я не говорю, что я за этим сюда приехал, нет, конечно. Ну, если выиграю 100 тысяч, окажутся они у меня в руках, сделаю базу основную и тогда я женюсь. У Вани такая ситуация складывается. Там тоже альянс, так скажем, недружественный ей сложился. С ней? Да. Из Нади, полковника и Тэ, они хотят съесть Ваню и Серегу. И просто о няньке сказали, что прямым текстом. Или ты как бы с нами будешь голосовать против того, кого мы скажем, или мы тебя съедаем следующий? Николай. Тогда надо полковника убирать, мне кажется. Ну, не знаю, это будет видно. Ну, вообще-то сейчас, понимаешь, тогда надо проигрывать. Истирка, даже за объединение, она примкнет сразу к Наде и к полковнику. Да. Тогда им будет сила, уже три человека. Поэтому, как бы мне не печально было, это, хоть я Ире обещал, что мы будем, ну, я буду ее тянуть, все нормально будет. Ну, Ира сама спорвала косяк такой. Да, вот тут, кстати. Тут вообще так она себя повела, плохо, конечно. Да, кстати, ну да, проставаемся для меня. Нам нельзя допустить, что у нас, смотри, коалиция. Да, коалиция, да? Да. Иди, главное, тент будем считать, тент. Надя, полковник, да? Три человека. Если команда объединится, и в эту команду попадет Ира, то она примкнет к ним. Это уже было четыре человека. Вот, поэтому нам нельзя, чтобы Ира попала туда. Сегодняшнее испытание называется «Вода и трубы». Вам нужно наполнить вот эти два ведра водой, которая находится вон на тех бочках. Вы убираете одного человека, который залезает на башню и льет эту воду. Остальные стараются драгоценную жидкость не расплескать. Сегодня вы можете выиграть или проиграть право на жизнь. Дайте Игре ваш тотем. Победители уйдут с ним, проигравшие придут сегодня на совет племени. Если вы готовы, то отправляйте одного человека на башню, и мы начнем по моему сигналу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Касаться руками ведер нельзя. У вас есть шесть звеньев бамбукового желоба и две минуты времени. Чье ведро перевесят, тот получит тотем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приготовились! Начали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ира, поднимай! Поднимай, Ира, свою! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, назад, быстрее! Назад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай. Давай, давай. Возвращайся. Чье ведро перевесят? Проверим. Я поздравляю вас. Интересно наблюдать за людьми, зная, что они на самом деле говорят друг про друга наедине с телекамерой. Как тут не вспомнить все, что Снежана говорила про Иру? Вы проиграли? Проиграли. Мы встретимся сегодня на совете племени. Вы расстанетесь с одним человеком. До вечера. За кадром! За кадром! За кадром! За кадром! КОНЕЦ КОНЕЦ Серёга! Я слышу? В воду я не полезу! Куда хер надо полезу? Что, едиоты, что ли? У тебя все равно ничего нет Серёга, ты не видишь? Я тут захлёбываю Я-то вообще плавать не умею Я спасать-то не могу Тебе здесь по колено будет Да? Иди на берег В против надежды я бы пошёл бы на голову Честно говоря, я бы пошёл Потому что это нужно в первую очередь команде Чтоб не было вот этой большей стуеты Каждый человек должен По-моему, человек тебе неприятен Ну, объясни и сделай А вот это метание И каждый на друга смотрит сейчас И не знает, что друг о друге думает На! Ну да, и... На! На! Ведро я положу Ух ты, какая большая! Сейчас мы сейчас едим Я думаю, наших это мало, да Одиннадцать я съем, то будет ничего Ну, кто же не против Серёга, а ты не боишься следующего совета? Не, не боюсь Я в том Москве встречу Мне ещё Перфилев говорит Ну, Серёга, мы с тобой в Москве созвониться будем Я говорю, обязательно Не только будем Я тебе ещё и встречу говорю Пообщаемся ещё По-другому Наташа, а ты мне обещала варс научить танцевать? Да Ночью Что, прям сейчас? Не, не сейчас, но днём, наверное По-моему, ещё надо спорить Одиннадцатый варс Какой? Одиннадцатый А ещё какой есть? Одиннадцатый Подожди, подожди, а Одиннадцатый 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 Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Её в шоу участвуют, действительно участвуют шоу Потому что у неё жизнь, жизнь её сплошная шоу А надо жить просто, а не играть в игры Надо просто жить Она играет Дantics У нас Сёрдина Паша как слабая сторона потому что, в принципе, их достаточно неустойчивое положение. Я думаю, что они это знают, и именно поэтому они что-то выстраивают. Я не люблю проигрывать, потому что одно дело, когда я проигрываешь один, в схватку с чем-то один на один, а другое дело, когда ты подводишь команду. Пошли, он делает вещи, чтобы танцевать. Деловой. Ну, кому что. Ну, что не хочется. Нету. Сегодня у меня жизненных сил больше нет. Сегодня ваш третий совет. Вы третий раз пришли сюда, и третий ваш человек сегодня уйдет с острова. По решению племени его факел будет погашен. Садитесь. Среди вас есть люди, против которых ни разу не голосовали. Это вы, Аня, вы, Иван, Сережа. И против вас, Надя, тоже еще ни разу никто не голосовал. Пока вы чувствуете себя уверенно? Уверенности нет ни в чем. Мне кажется, у всех одинаковые шансы. Все меняется каждым днем. Из-за человека, которого проголосовали в прошлый раз, несколько человек, он может дотянуть до самого конца. Одному из вас все-таки придется сегодня уйти. Через несколько минут мы узнаем, кто это будет. Начинаем с вас, Игорь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня этот выбор мне дался с большим трудом, потому что в определенной степени я этому человеку очень симпатизировал, симпатизировал его силе, симпатизировал его взаимоотношениям с людьми. Но сила не может быть ради силы. Сила должна быть творческой. Сила должна быть направлена на улучшение нашей жизнедеятельности, нашего обитания на острове. Но, к сожалению, этого с ума стороны не было видно. Поэтому сегодня я голосую именно так. Еще раз повторяю, мне этот выбор создался очень тяжелым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выбираю Сергея, потому что считаю, что он спровоцировал создавшуюся тяжелую обстановку в лагере психологическую. И помимо этого не принимал активное участие в жизни нашего племена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я голосую против этого человека, потому что некоторые члены нашей команды если бы объединили усилия, то мы могли бы перестать быть пешками в чужой игре. А сейчас мы таковыми являемся. Она предпочла быть в стороне. Я хочу сказать, что все страшные преступления происходят именно из-за того, что кто-то предпочитает быть в стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что сложившись с ситуацией, когда проиграла команда, этот человек достойен того, чтобы вылететь, учитывая то, что все-таки это самый сильный человек, спортсмен, тяжеловес. Однако его силы не могут быть использованы сейчас на благо племени, поскольку в конкурсах эта сила пока требовалась лишать части. Когда она требовалась, она, возможно, не приходила в нужный момент. А в племени эта сила почему-то не используется, мне так кажется. Владелец этой силы считает заниматься, возможно, не самой тяжелой работой, которая есть. В целом этот человек мне был симпатичен, он им остается. Просто мы проиграли, поэтому так получилось. Я вытеркиваю Сергея, потому что я меньше всего привязана к нему. Я считаю, что в последние дни вклад в общее дело племени он приносил меньше всего. Сегодня мой голос уже ничего не решает, уже все было спланировано. Но кроме... Я голосовал с ним против Надежды по той простой причине. Это единственный человек в команде, который всех подговаривает и против кого голосовать. Человеку непрост, как на первый взгляд кажется. Все эти слезы, которые оказались на первой игре, на первом совете, все это оказалось ложем. Прежде чем мы узнаем ваше решение, я хочу сказать, что решение это будет окончательным. И человек, которому предстоит уйти, должен немедленно покинуть этот остров. Анна. Сергей. 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 У нас два голоса против вас, Сергей. Один против Ани. Один против Надежды. Сергей. И последний. Это вы, Сергей. Сергей. Решение принято. Счастливо. Счастливо. Постало на одного человека меньше. Помните, что в следующий раз уйти может любой из вас. Удачи вам. Два дня назад, когда я прогуливался с Надеждой, Надежда мне предложила выключить Ивана или Аню. Я выключал людей, те, которые мне меньше симпатичны. Анна и Иван, в принципе, мне были как симпатичны, как люди. Поэтому я отказался здесь участвовать. А Надежда предложила, говорю, я говорю, а почему не Игоря? А Игорь, говорит, нам еще пригодится. Вот типа еще баню не достроил. Когда я все сделаю, тогда его можно хлопнуть. Поэтому так и получилось. Я отказался, я знал, что последую следующим я. Ну, в конце концов, я аж не шагал, чтобы бегать туда-сюда. Мы пойдем на север, мы пойдем на север. Я обыкновенный русский мужик. Я проиграл эту шахматную партию. Получился эта шахматная партия для меня была. А голос хочу отдать человеку, с которого я еще в Москве знал, что если я попаду в одну команду, я его вычеркну. И я вычеркнул в первый раз и в игре. Бог дал так, что Наталья осталась. И это единственный человек, которым я поменял свое мировоззрение. С минуса на плюс. Я думаю, ей голос очень пригодится. Потому что сейчас настроена против нее. Наталья очень сильная. Но голос, я думаю, мой пригодится. Следующий раз в «Последнем герое». На необитаемых островах продолжается борьба за выживание. У меня такой страх в глазах появляется. Ящерицы-черепах ждут большие человеческие открытия. Я не думала, что люди настолько жестоки будут. Страсти накаляются. Мне будет просто интересно смотреть, как их будет и грестись дальше. Ир, я считаю, что просто ты абсолютно потерялся в собственной достоинстве. Голод и страх отступают перед другими потрясениями. Последний, оставшийся в живых, получит 3 миллиона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...